Добрый день, еще раз возвращаемся на матч Exegration TNC Predator 3 серия, которая вроде как должна была идти на равных, но пока первая карта нам показывает о том, что может быть TNC настолько слабый, что они прям проигрывают тут Хотя я вот и сказал, что если чисто взглянуть на турнирную таблицу, то станет понятно, что соперники не равны Exegration в каждом матче давали борьбу, а TNC пока никому борьбу до сих пор дать и не могут, чтобы они не драфтили Хотя вот у нас были какие-то претензии, к тому же была тикеру 3, но естественно главная причина была это Шторм, который очень сильно проиграл мид Наверное по предметам вот собрал, не по ситуации, а вот то, что вот прям как в гайде прописано и Оркит этот с нуля пытался собрать Купил на 20-й, было понятно, собрал бы он его к минуте 15-й и все было бы классно, но 20-й уже поздновато было И там по факту в ответ он уже встретил много блокикбаров, юлы и Шторм перестал эффективно работать У нас вторая карта, у нас Пангольера и ОД нет Не знаю, Форрес Раш, да рад-то этому или не рад, но ОД у нас не будет Да мне в общем-то все равно, ну наверное даже рад, но она какая-то такая, не знаю, связка такая противная Даже наблюдать за ней некомфортно, если честно Ну ОД сам по себе такой персонаж Не шибко радует глаз, вот как вот эти все тинкеры какие-то вот Ну тут появляется зато Медуза, тоже герой такой, не очень приятно с ним взаимодействовать Подкрепляется он Бэйном, Рубик, Тейтхантер на сложной линии Марс, Вивер против Медузы будут стоять, Луна, Андайнг на сейфлейне Нужен какой-то хороший мид На Тинси забирают Воид Спирит И не сказать, что это прям какая-то прямая контра Медузе Ну это просто хороший, сильный герой сам по себе Универсальный достаточно Его надо опять цеплять, он требует какого-то кетча от тебя Бэйн и Рубик способны этот кетч обеспечить К тому же это все подкрепляется реведжем И есть еще Last Pick у Execration Они могут взять на мид персонажа Который, собственно, против Воид Спирита постоит хорошо И потом будет еще и много-много всякой гадости по игре делать Учитывая то, что у Тинси на саппортах 0 станов Сразу в голову лезут такие герои, как вот всякие Спириты, паки Квапа Но я вижу то, что пака нет, Квапы тоже нет Эмбер Спирита забанили А Шторма что-то как-то вот не особо, мне кажется, хочется пикать Может быть опять Бэтрайдера? Он достаточно, мне кажется, хорош здесь будет Да, взяли Бэтрайдера в очередной раз Боб будет играть на этом герое Ну и отлично Посмотрим, чем это все закончится Про Медузу уже давным-давно все сказано Герой сверхсильный, фармит сверхбыстро Уничтожить его прям жестко на линии обычно не получается Если игрок все делает правильно Ну вот И по своей скорости фарма Я думаю, что Медуза даст прикурить Луне Именно она чистит стаки быстрее Фармит тоже быстрее Но тут еще же вопрос в пространстве Потому что вот ты приходишь, например, фармить стаки нейтралов Да, вот у тебя там тройка застакана И у тебя там кто-то там на сильном компе есть, на эншентах Вот с одной стороны Луна, с другой Медуза Они же за минуту, скорее всего, выформят это все Там при одинаковых нетворсах Они одинаковое количество времени это, скорее всего, потратят Но вопрос дальше Вот Медуза может выйти, например, на линию И толкать ее И, ну, как бы пушить Вот, и не бояться Ну, вроде ей безопаснее Потому что щит маны плюс ультимейт А Луне в этом плане тяжелее Ну и очень важно, как сайды тоже будут выстояны Ну вот, потому что если сайды в драфте Луны проиграны То ей выходить из лесу страшнее, чем Медузе Этим и объясняю Обычно просто вот как-то так Лично у меня складывается Что Медуза, она Луну выигрывает Просто потому что у Медузы Там либо мид выигран Либо там сложная линия выстояна очень хорошо Вот, и Медуза сама по себе Она мало каких матчапов прям сильно боится Ну вот Она там может как-то там поспамить, поубивать В общем, ладно, давай смотреть Повторюсь, драфты с одной и с другой стороны хорошие Если на предыдущей карте мы там могли с тобой пожаловаться На вот этого оффлейн Бладсикера Непонятно зачем, ну, пикнутого в принципе И при этом там очевидным совершенно пиком был Врейс Кинг Которого не забанили Вот, то здесь на пик ТНС в принципе-то не, ну, не пожаловаться Ну, смотри, Марс топовый оффлейнер Да, Вивер топовый саппорт четверка А, Воид Спирит в мид? Почему нет? Хороший герой, универсальный Сам по себе, если игра у него пойдет Может чуть ли не высолить катку Там Луна плюс Undying тоже хорошая линия Чего не нравится? Луна фармит быстрый И все в драфте есть Там относительно неплохой Рошан демедж Тавер демедж Быстрый темп Линии вроде тоже должны стоять хорошо Чего жаловаться на пик? Незачем? Вот, ну, ты про экзекрэйшн в принципе тоже Особо ничего плохого не скажешь За исключением того, что бэтрайдер Он сам, наверное, любит какие-то стаки пофармить А их делать будут для медузы Короче, давай смотреть Вот, что я тебе предлагаю Ну, центр самое интересное Потому что на прошлой карте центр решил игру Здесь посмотрим Что Йов-то придумает Но в Эдспирте все же, мне кажется, больше функций Как избегать вот этих смертей Ты можешь хоть как-то спрятаться В отличие от Шторма, который только ожидает уровень 6 Чтобы получить мощный эскейп Что Йову нужно реабилитироваться на этой карте После провала на предыдущей Потому что если бэтрайдер снова так хорошо отстоит То никакая луна нафармленная не спасет А в целом луна и медуза Мы вот когда видим луну Говорим, ну можем взять медузу Когда видим медузу Говорим, ну можем взять луну То есть такие герои, которые неплохо против друг друга себя показывают Как и Дроу Рейнджер против медузы Тоже отличные Два героя, которые друг против друга работают 25-й Классно 26-й даже А в последнее время Рубиков мы видим редко Но в рамках этой серии мы уже видим его во второй раз На прошлой, правда, я не помню Что был Рубик, что его не было Честно говоря, от него Сказать, что было много пользы Вот вспомните Просто вот какие саппорты В принципе сейчас популярны Вот, например, Вивер Ну так Рубик против Вивера же хорош Кучу можно украсть Там какой-нибудь Леон Рубик тоже хорош ОД Рубик вообще лучшее решение против ОД Из саппортов, которые ты только себе можешь представить Не знаю Но все герои, которые анимацию имеют на стан Там Джакира, Лешраки И тут Рубика бери Все, ты уже красавчик Рубик просто вот Вот герой раньше был Вот базовой четверкой Базовой Вот сейчас Почему-то С ним же Ему же ничего плохого не сделали Почему его так игнорируют Я почти уверен Что будь у нас на профессиональной сцене Какой-нибудь супер-мега-гений на Рубике Ну сейчас просто F1 не играет Я не знаю вообще Чего там с F1 Где он там Я за Китаем вообще не слежу Я слышал, что там люди на игры не приходят Что там Толь сезон еще даже нормально начаться никак не мог Короче, там какие-то проблемы Мне за Китаем просто некогда следить Тут СНГ, Европа и наша Азия Дай бог еще как-то за этим следить Слушай, а Китай в январе начнется У них же до сих пор нет первого дивизиона По причине того, что игроки не все возвращались И там в начале января, Форсаж Будешь сидеть за Оливьешкой Там столько будут доты китайской Они постараются, как я понимаю За три недели вместить вообще все игры В отличие от всех регионов Которые вмещают все игры за два месяца А тут три недели Лучшей китайской дотой Так что должно быть прямо сфер Жестко Надеюсь, я реально буду сидеть за Оливьешкой А не микрофоном Просто хочется немножко все-таки Дать себе отдых Вообще странно, что китайская лига не 1 января начинается Потому что для них это вообще не редкость Ну да, для них же Новый год это Ну у них, ну Европейский Новый год для Китая Он как бы, наверное, не существует Я не знаю Так же, как для нас китайский, собственно Так же, как... Не, ну для меня китайский Новый год существует Там в доте ивент какой-нибудь А, ну Я в него не играю, но все равно Ну вот А мне кажется Китай даже Ну, когда там Новый год В Европе Там В Америке Чё? Чё? Где? На них это, мне кажется, вообще никакого влияния не оказывает Так вот Так вот Про Рубика я говорю Неужели Реально Рубик так плох? Или просто вот не хватает нам какого-то супер-мега-гения на Рубике Чтоб он, знаешь Там своровал один спелл, убил одного героя Потом второй, третий, четвертый Там какие-нибудь ультра-килы бы показывал Какие-то гениальные, я не знаю, вещи И все бы такие Да, блин, Рубик, классно А то сейчас все пикают вот этих вот Бэйнов Ну, типа там Ну, что сказать Бэйн тоже хороший герой Правильно? Но, опять-таки, Рубик против Бэйна Чё, плохо? Ну, как бы телекинезом сбить Финсгрипп можно А можно украсть Финсгрипп Финсгрипп украсть, это же вообще не проблема Если Бэйн, либо Бэйн его кастует и отдает Либо он его кастует, отменяет, кидает другой спелл И тогда он, ну, как бы, не юзает Финсгрипп дальше Поэтому Мне кажется очень странным, что Рубиков мы видим так мало Рубик это прекрасный герой, я считаю Опять лаги, да, у нас Вот мне тоже подлагивает Блин, ну вот только вот этого не хватало на последней серии Последние пару дней Азия лагает Чего с этим не сделать? Остается только паузить, пробовать по новой И в какой-то момент просто придется либо играть, либо с выходом, что будут какие-то небольшие спайки У нас третья минута 0-0 Марс на топе очень хорошо фармит Но делать какие-то выводы пока рано Медуза, естественно, тоже, я не вижу, что у нее есть трудности Бэйн Много еще регена, очень стики заряжаются Вивер, может быть, стакл уже бегал? Нет, не стакл, ничего Находит в центре Бэйн может уже пытаться пулить Стакать маленький лагерь и потом пулить Там ничего, плейхард тоже ничем не занимался грязным Но на центре чуть попозже мы вернемся сюда Пока у Испирид держится Пока у Йоу проблем нет Но их не было и на прошлой карте Ого, уже пошел Уже пошел! Я видел это Я видел это час назад Но это исключительно ошибка мидера Я уверен, что можно не умирать На четвертом уровне от бэтрайдера можно не умирать Совершенно точно Совершенно точно можно не умирать Да, даже без бочки Боб атаковал Он был четвертым уровнем Но ничего не прокачивал Ни файрфлай второй, ни бочку Забирает руну чужую Луна умирает снизу Я даже не знаю, что хуже Ну, наверное, конечно Фраг на центре это плохо Но и снизу смерть именно луны Под Undying в форс Под Undying в свалрипом в два Че происходит вообще? Луны тоже, да Непонятно Нет, невозможно Ну как? Я в мид просто смотрел Я не понимаю, как они умирали Ты как? Я тоже не понимаю Понятно, как гаш Там, телекинез Фейтболт Но у тебя же Undying за спиной Он потеряет шесткий Значит, ты как-то, да Если у тебя соло рип в кд Ну, как-то, наверное, надо Чуть-чуть подальше стоять Пока он в кд И все в этом духе Потому что вот этот вот матчап Луна плюс Undying Против Рубика Тайдхантера Он чисто скилловый Вот насколько хорошо ты ластхитишь крипов Насколько хорошо ты контролишь линию Как грамотно ты спел Вот видишь, они спелы проюзали И Тайдхантер на жалстике убегает сейчас Вот плюс Луна ауру дает приятную И Undying может там Ручками побить как-то сильнее Опять умирает Войд Спирит В этот раз телепорт в мид сделал Вивер Но он не добил Не добил Бэтрайдера И Бэтрайдер Мне кажется, что сейчас просто Уже с лосой и третий раз Этого Войд Спирита сможет убить Да, и на плюс морали, Боб, знаешь, нереальные Две карты подряд душить Он уже типает Я представляю, как Йоу тяжело Вот эти типы получать Прилетать на мид Снова с позором возвращаться на уровень 4 Это просто сильно бьет по твоей Ну, как бы уверенности в том, что ты хороший игрок У меня, например, есть оправдание Вот я когда в мид прихожу И вот меня вот так вот какой-нибудь чел овнит Я себе говорю, что Ну, типа, да, я плохо играю на миде Но я не мид игрок Я не умею на миде играть А когда ты приходишь на мид И тебя какой-нибудь другой чел Просто вот овнит Вот, ну, как бы У него же столько практики на миде Сколько и у тебя там, допустим А Че происходит-то? Почему он тебя так сильно убивает? Потому что у тебя матчап какой-то неудачный Ну, наверное, бэтрайдер чуть посильнее вводит спирита У него есть возможности его так убивать У вводит спирита ответной возможности нет убить бэтрайдера, да? Я думаю, что нет Ну, как ты его убьешь без 6-го левела? Тебя просто урона не хватит Но Одно дело не убивать А другое дело умирать постоянно И вот так вот жестко Может реально очень сильно ударить По самому проценту Верность в себе Он еще... Ну, зачем ремнант экран-то нажимать? По факту у Рубика единственный был вариант Это ждать, пока ремнант заик остается После этого Карла уже... Он понимал, что он может допожить Ну, да, да Ну, то есть... О-ля-ля Я думал, ты еще скажешь, что не только по тебе бьет Но в этом случае по морали команда То есть команда молчит Ну, ты понимаешь, что тебе мидер второй раз подряд умирает за 2 минуты И только понимаешь, окей Все, пойдет явно не по плану Тает снизу Больно? Якорек откинул, но зомби душат И тамбу не найти И зомби не убить Пока Рубик бегал Налево-направо Бегал в лесу Хотя бы тайда забрали Забрали тайда, да Нормально Это микро какая-то полезная вещь Какая произошла Каламитуза на фрифарме стоит Да, естественно, тут никаких помех Справедливости ради могу сказать, что Марс тоже на фрифарме И Марс у нас покупать будет Этиор Хаймер Что скажешь, Форс, Метер Хаймер? Не, вообще, не просто на Марс, а конкретно против героев У Экзекрэйшн Не знаю, что тебе сказать Я уже рассказывал про один билд на Марса Через линзу Метер Хаймер Помнишь? Да Что когда у тебя появляется линза и Метер Хаймер Ты можешь настолько далеко скинуть копье и арену Арену ты можешь настолько впереди себя далеко поставить И кинуть копье настолько издалека Что человеку, который привык играть против Марса каждую игру, когда он берет блинк Он просто не осознает, он не чувствует этого кастронежа Он ловит эту арену, он ловит это копье Почти гарантированно Он не успевает среагировать Но у тебя страдает инициация очень сильная из-за того, что у тебя нет даггера Я не привык к такому билду Мне кажется, что это извращение Ты же все равно потом купишь даггер Все равно же ты купишь его И все равно твоя задача будет прыгнуть с даггера И как бы поставить арену хорошо Чтобы там саппорт оказались в этой арене Чтоб луна там смогла эклипска вставать И саппорты никуда не делись Вот как бы что ты будешь делать на Марсе в любом случае Метеорхаммер, мне кажется, на Марсе можно купить Если ты позиция 5 или 4 Ты немножечко, помаленечку его покупаешь Это позволяет тебе фармить У тебя на пятерке скиллы не качаются так быстро Чтобы пачку давить и много золота получать Мне кажется, это билд саппорта Чтобы вышечки аккуратненько пушить У тебя же, когда ты играешь на пятерке Марсе У тебя же, наверное, будет какой-нибудь хардер Ну, блин, ну, парни Ну, сколько можно? Играйте, все! Других условий в доте не будет Ну, как бы, да, видно Ну, серваки лагают, это видно Реконектиться можно Сколько угодно Перезапускать доту Не знаю, роутер перезапускать Скорее всего, это вот Вот эти вот микролаги, они вряд ли пройдут Они на вашей стороне эти лаги, да Этой стороне на серваке идут А тут уж ничего не сделаешь Ну да Админ считает Админ секундомером нажимает его кулаком Я думаю... А че ты пошел? Че он там не считает? Так тебе признают Так, ну ждем у Йова У него именно проблемы С соединением И с мидом у него проблемы 2200 надфор суббот райдера 3000 Но пока еще разница не так велика Пока еще дышать можно Пока еще как-то можно За счет леса камбэк Готовы, тениси Готовы, тениси Готовы, экзекрэйшен, поехали Йов, в конце концов На этой карте делает грамотные вещи Он не идет на мид Видеть Он понимает, лучше в лесочке Постою пофармлю хоть как-то Чем приходить на мид Пытаться там каким-то образом Переиграть бэтрайдера Который уже на два уровня выше, чем ты Рубик Пошел Деварди Телекинез на горочку Вивера привез Вивер думает, что все Умно Умно Отломал Вивер Вижен Шикучем Нажал телепорт Пол на базу Бэтрайдер тоже, походу, пойдет Хотя у них клавити есть Ну ладно, уходит на базу Восстановится Андайинг прилетает на топ У Марса появляется Метеор Хаммер Есть арена И сейчас будет попытка Медузу убить Медузы не так много маны Есть рейндроп Арена Копье Метеор Хаммер Ну тут, честно говоря, я без Мессер Хаммера Похоже, урона хватило бы Очень у Медузы было мало ресурсов Нанда этого просто не ожидал Минус Медуза Луна, несмотря на смерть Очень много имеет За счет лесного фарма Пытается с Тайдом там податься Как-то при этом снизу Вивера Очень много опыта Получает пока луна в лесу У Тайда есть рейвидж Посмотрю, что из этого придумают Пока атака на Марс Но Марс атаковать такое Неблагодарное дело Копье вот это О, еще и попал Но Найтморр есть Найтморр нажимается на Андаинга Лассо Потащили Марса 400 Канапалма Нет у него стиков Есть Сол Риппель Есть Вейрик Этого недостаточно Боб делает третий фраг 3-0-0 счет Спирит пришел сюда пофармить пока Луна перетянулась неожиданно в мид Против Рубика У Рубика, смотрите, шестой уровень сейчас появится Что тут полезного у Рубика можно взять? Ну, Шикучи Форс уже говорил, понятно Андаинга там в драке Тамбу забрать всегда Это очень круто Каких-то прям Ну, окей Копье Марса Кстати, да Очень крутой скип Воровать легко Ты и пачку можешь фармить Копьем, фейтболтом Ну и в целом Эти контроль появляется Патерикинез Промахнуться тяжело будет Тайт Тайт хочет тебе худ Ну, типа дефолт для Тайда Вангуард он не покупает Армлет не покупает Поэтому хочет худ Вполне логичное решение Против той магии Которая есть у Тинси А худ какой-то плюс блинг Классно будет Такой ситуации Батрайдеру не нужен будет Блиндайгер Батрайдер сможет сыграть Просто с быстрыми тревелами Плюс с Блэкинг Баром А Тайт будет иницировать А Патрайдер будет Просто сам подлетать Давит вниз Давит при этом Тинси топ В этот же момент Кучи Кучи третьи Классно Все С Рубиком Будь тяжелее По надворцам да Луна держится бодро Медуза только сейчас Приступает к Фарму Тройки Подстакивает Рубик там подстакал Или что-то Медуза Медуза подстакала Маленькие На топе Марс Напал через Митер Хаммер Но тут непонятно еще Кто Ааа копье Оп Ремнант Оп Прыжок За ним Дикейм Дикейм попали Кстати Ааа Шесть На сцене его там ищут Не нашли 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 Три Даст вам реведж Это бы я еще понял Но Зачем там Бэтрайдерам С Рубиком Находиться Тоже какая-то Не знаю Может в этом есть Какая-то сакральная идея Там типа Марс Потратил Арену Потратил Там Ману Войтспир Тоже все потратил И в принципе Времени потратили Тинси много На убийство этих двух героев И пушевышки Но все равно Это как-то очень сомнительно Неужели Не потратив эти ресурсы Они пошли бы досаждать Медузе Такие Типа Все Побежали парни в тройку К медузе Нет До медузы не добраться сейчас Луну подцепили Пытаются убить Хороший Найтмар Но Финскрипт Наверное не хочется Приходится все-таки Использовать Хотя мне кажется Луна и так умирала Но с другой стороны Яндайнга тоже тут добирают Поэтому Ну потратил и потратил И вот вместо того Чтобы фармить Нейтральных Крипов Луна побегала По лесу И Отдала свою жизнь В то время как Медуза продолжает качаться Конечно Кайф на троечке Никто не мешает Ну Ситуация реально похожа На предыдущую карту Даже если на Нетворса Посмотрим Единственное Что будет Теперь После Прага на Батрайдере Вырывается выше Чем Батрайдер К Баннетворсу Покупает тебе Елбия Буева Явно на этой карте Игра идет По более удобному Сценариум Марс Митер Хаммером Пушит мид Вынужденный Экзекрейшн глиф Нажать Но пока Не вижу Прям серьезной обороны Медуза может стянуться Она в принципе Совсем недалеко Но и не забываем Про Тайдер Сраведжем Который пока Еще в тени В отличие от того же Марса Хочу сказать ОД Потому что Набил Сами понимаете Чисто От Дестроера Атака на Батрайдера Юл Ремнант Телепорт Просто от Боба И Сол Рип Спасает Чтобы без Сол Рип Урона бы не хватило Минус Батрайдер Мит падает Вот так вот Марс в соло Берет и пушит И Никакой реакции нет Сюда даже Тайт Не хочет прилететь Ну летит Ну поздновато Я бы сказал Поздновато уже Башня тут Почти без ХП Но как же много Медуза пространства Получает С ума сойти Фармит Тройку Лезь чужой Успевает Делает в чужом Лису стаки Насколько нагло Да? Действует Ну вот это Как раз та ситуация Когда Ну не сказать Что прям сильно Лучше Дайр отстояли Свои линии Но вот Есть Медуза У нее Тысяча ХП Тысяча маны Щит маны в 2 Стоунгейс в кач И вот Как вот Ее здесь убить Сейчас Вот Ее же здесь убить Намного тяжелее Чем Луну Оказавшуюся В такой же точке Вот симметрично Да? Вот на Топе Вот близкой К Т2 вышке Команды Экзекрейшн И поэтому Она борзеет Вот так вот качается Абсолютно Не ощущая Какого-то давления Со стороны Плюс тут ее В данный момент Поддерживают тиммейты Мы видим там И Бэйн И Рубик И Тайтхантер Все поблизости И надо будет Сначала их пройти Хотелось бы Конечно Реведж нажать Я думаю Это понятно Что хотелось бы Сначала нажать Реведж Где-то подраться Реализовать Крупные ультимейты Медуза Пока не особо Ну Лона Ну Лона Кстати Тоже держится Молодцом Хорошо Хорошо Фармит Так Тут на Тайда Попытка напасть Он резко Активирует Худ После худа Тайд у нас Хочет купить себе Плинк Даггер Ну почему бы и нет Собственно Выбор прекрасный Весел Два заряда Уже Классно Классно Это не игра То вивер Или пунгольвер Очень богатый На позиция саппортов Рубик забирает Бесполезный скилл Абсолютно И хотят И в атаку Разбивать смоуг Делают это Ровненько под вардом А над вардом Ну экзакрейши Могу сейчас Дождаться Этого выхода Дайд драйваж И повоевать Очень сочно Реально могут Луна Эклипс Есть Но бим в два А Эклипс второй Прикольно Врыв Тут же Финсгрип Бьют Медузу Но Медуза в этот раз Намного живуче Чем это было На топе Мы помним Будет ли рэвэйдж Рэвэйдж Сонгейс На развороте лассо Контролят вивера Убивают андайинга Ну и вот он Ребят Один Вард Один вард Выигрывает драку Для команды экзакрейши Один вард Они просто ждали Они ждали Они ждали Медуза сфармила до конца Понимала Что вот он тайминг Можно лететь на Т1 И драка 4 в 0 3 в 0 Луна уходит В армии тройку Больше ловить Все Нетвордс реально копирует Первую карту Рейзер В нашем случае Луна Первое место Дальше Вся команда экзакрейши И дальше уже поры Тинси И падает Понемножку По логике Сейчас у Тинси Есть неплохое окно Напасть Потому что у противника Вообще нет ультимейтов А тут все же Таймеры высокие Минуту минимум Ждать Лосо и Финцгрип Стонгейс тоже Еще полминуты В откате Ооо Экзакрейшн Вообще драться не хотят Наверное В идеале В следующую драку Чтобы Медуза Уже со скади вышла Ну в идеале Да Ну кстати Тайт отказывается От блинка Берет Аганим Сипе Мне кажется зря Мне кажется зря Ну не почему Они же просто пойдут С Медузой И Медуза будет Райт кликать А за счет Аганима Тайт будет срезать броню И Медуза будет Очень больно бить Если Рубик еще Как-то с Ворм Сворует Это будет вообще Просто Супер круто Шукучи Рубик пытался Уйти С ворованных Шукучи Вивера Но Не удалось Не удалось Минимальные потери Для экзакрейшн После такой-то Классной драки Одного Рубика Это не страшно На самом деле Скоро все кнопки Откатятся И ребята смогут Повторить атаку Да Ну лагают все Экзакрейшн ТНС Попытка еще раз От ребят реконектнуться С надеждой Что вдруг Что-то произойдет Так что там Марс дальше После Митерхаммера Купил фейзы И хочет купить Блин Ну не знаю Форс В итоге что Митерхаммер импакт Какой-то дал Ну наверное он попушил В остальном Был бы у нее уже Ормлет И был бы уже Блиндагер куплен Ну наверное было бы Вкуснее Наверное было Реально сач Все-таки Митерхаммер Стоит 2300 золота Как бы Все-таки В отличие от На Марсе Ты намного реже Можешь использовать Комбинацию Копьем попасть Надо Одно дело Астрал нажать Там не надо Много умений Попасть копьем Непонятно Как далеко Герой отлетит Успеет ли Подойти по таймингам Митерхаммера Закинуть И вот Где но 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 Нужно прям очень Чувствовать героя Хорошо Поканулись Ребята Ну да Все Ловки появились Поехали Ну Пей Там Через фенцгриб Начать Вивер Вивер Палит Палит всех Уходят Нашу кучу Обратно Ставится Вижен На тройке И Попытки Кого-либо Подцепить Не привели Ни к чему Бэтрайдер Тоже не самую Удачную Гранату Заюзал Минус Можно попытаться Подфорсить Сирошана Как-то Понимаю Конечно Что против Марса Не очень Это комфортно Делать Но у вас Тоже Реведж Большая Медуза На Медуза Не уверен Что это Хорошая Атака Реведж Классный Хватит Контроля Бэйн Пытается Быстро Тамбур Разрушить Эклипс Пошел Варенье Тайд Принимает На себя Очень много Урона Он реально Впитывает Все Что можно Нажимает Стоунгей Стреляют По Андайингу Тайд Из драки Уходит Похоже Это та самая Легендарная Драка Где никто Не умрет Нет Умирает Пока Лишь один Вивер Рубик Ворует Копье Вот Классный Скилл Наконец-то Забрал Четвертое Копье Четвертое Фейтболт Очень много Урона Можно Выписать ТНС И поспешили Мне кажется Фокус Медузы Раз за разом Оказывается Не самый лучший Они не могут Убить ее Настолько быстро Это я не считаю Еще факторов Что Бэйн Может спасти От Метер Хаммера Просто спрятать Найтмар И выиграть Секунду И в будущем Конечно же Рубик Который купит Аганим Шарт Будет спасать На прошлой карте Уже об этом Говорили Здесь тоже Такая функция Есть Можно даже Получается Форс Из арены Выкидывать героя Если так подумать Батрайдера Пытается Войтспирит убить Он Как тот парнишка На Войтспирите Не супер уверен На этом герое Пока себя показывает А скоро Будет еще тяжелее Блэкинг Бар У Батрайдера Почти готов Медуза Дофармливает Вообще Аганим Улейт Уже есть 1700 Есть у Тайда Аганим Да Реально От Блингдагера Отказался Купил себе Очень быстро Аганим Играет пока Без талантов Принципе Уже на 14 уровне Можешь взять себе талант Хотя гаш Хочется подмаксить Окей На 15 талант На гаш На 50 талант На гаш Сганим Это очень Круто стакается Вроде 3000 Перефарма Всего лишь А у меня Как-то прям Не знаю Я смотрю на Слева героев Какая-то безнадега Несмотря даже на то Что луна вроде держится Я просто вижу Как ее контроли Там реведжем Или финис гриппом Или лассо То есть БКБ куплено Но гарантия Что ты будешь Чувствовать себя Хорошо Нет Бэйн Может По игре Аганим Или БКБ Прикупить БКБ лучше И все По факту Кастуй Физгриб Тебе ничего Не сделают Кроме только Вивера Которые Может быть В какой-то момент С Аганимом Утейтхантера Какая-то Это Утейтхантера который вот он только что докупил бэйн книгу берет скоро 10 10 и сказать что у него там что-то прям крутое но на 12 у него в тиммейт будет все-таки намного получше или он может рубику и отдаст книгу а луна так как медиа напали на луну луна бкб лососера будет гриб я говорю видите пока вы мало импакта пока вы нажимаешь только что-то урон впитываешь себя стон гейс орет медуза рэйдж рубик еще и клипс умудряется подворовать глаз 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 вот поэтому я не верю на слева хоть и преимущества нет особ потому что преимущество нет а пиа веры нет нож как играть то это луне смотри давай давай ладно давай так давай вот смотрим на луну да вот ты говоришь бкб много импакта не дает здесь но без бкб он бумер вообще моментально просто другом бкб появляется слишком поздно почему потому что грейдится манта посмотрите на билд ядора например вот это лучшая луна мира вот надо но я думаю что это вполне адекватно да так сказать посмотрите на билд ядора как он собирается вот человек играет на луне золотая луна вроде все в порядке 1 дивизион юго-восточный ну ты просто посмотри билд что как 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 она как она собирается не знаю мне кажется что типа бкб можно купить раньше купить кристалис пораньше вот типа манту не грейдить и яша достаточно достаточно яши для скорости фарма потом билд у марса тут этот метеор хаммеры говорю я понимаю линзу метеор хаммер но просто метеор хаммер я не понимаю попытка напасть на медузу весьма жалкая там уже аганим марс окаменел уже аганим но кстати уйдет скорее всего потому что ну даже если бы был реварш вряд ли бы его потратили на столь бедного марса рубика забрали который ну кстати по моему в ответ выдал да 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 наступило ну и плюс залитый просто в салат и просто в салат залитыми я думаю что с этим никто не будет спорить то войд спирит очень проиграл и по поэтому вот такая вот ситуация драфт слева нормальный нужно просто правильно играть в доту 2 вот зато сейчас вот после небольшого пик оффа отправляются к нс забирать рошана это делать все-таки опасно потому что быстро вот такого-то дэмэджа об великолепная компа кстати но должен тайда убить стики худ 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 нажми не жмет понимаю но будут добирать или что рубик спавнится просто дэмэджа не хватает там ба уже заканчивается бэтрайдер тут начинает порхать над рошпитом демонстрируя свое желание кого-то выцепить и убить быстренько по факту сейчас стоит появится равен шаткать то есть нс нужно что-то вот прямо сейчас делать пока нет тайда а то потом будет повтор драк который мы уже видели несколько раз вот перед прыжок бэйн хорошо может быть медуза будет ли кричать нандан ультимейт не жмет до дают очень быстро бэйна убег телекинез на марса марс без копья нет арена нет ничего и марс убили вот и все драка уже на рошане будут формате 4 на 4 но у них будет тройка из creation в чеси марса не будет разные весовые категории совершенно пытается ребята сломать под напалмом там бам плюс 200 ну что а сами на рошан это пойдут отойти надо идти даже в драке 5 на 5 x creation если просто кнопки нажимать они сильнее скрип есть лосо есть рошан падает рошан падает сейчас на тисе что-то придумывать амба 7 секунд подкате ну не очень хиленько так будет пить до 40 минуты игры то потому что тяга ним от появился конечно не особо дает урона у рошана луна выходит луна с эклипсом наступает ночь ребята видит что рушпите происходит по трейдера поднимает юлу нажимает бкб развели но это еще не конец луна бкб будет лосо лосо есть повезли луну медуза просто бьет рошана минус лосо медуза нажимать стонгейс врывается войспирит а егиз для войспирита и рошан тоже для команды тнс эклипс от луны эклипс вору и трубик будет ли в ответ эклипс от рубена рубен эклипс в ответ дает батрайдера принимают в арене батрайдер очень долго живет работой стики от митер хаммера батрайдера добили но потеряли луну реале луну марса понимает что уже догнать не получится погоня заводит спиритом у нее стоит а егиз кстати говоря может еще и уйдет даже после того как а егиз пропадет у рубика стран степ заканчивается заряда приходит вивер вы спириту нельзя драться у нее просто нет ничего нет для драки но вроде пока все но за счет того что тимисе смогли забрать и рошан и а егиз я бы сказал что они повоевали и плохо еще приемлемо да да реально можно дышать стояла просто стреляла порошану вы спирит ворвался грамотно слоги все-таки срабатывать не мгновенно по моему одну или даже три секунды надо на медузу смотреть две секунды оба каменеть вы спирит ворвался быстренько убил тем пока потихонечку конечно бутрайдер начинает отставать от войд спирита там и левел побольше слегка и чуть-чуть золота побольше ну это ерунда то есть тенденция просто такая у нас не положительная динамика для бутрайдера который так начал хорошо а теперь будет спирит слегка камбэк но нет смысла переживать команде экзакрэйшн что их медузы не справятся с поставленной задачи очень большая у нее крайне много фарма до луна дышит где-то в спину но против луны есть два контроля сквозь бкб есть один очень хороший ультимейт от тайт хантера плюс еще поддержка виде гаша аганимного там таланты кстати на гаш все выкачивается на двадцатом тоже наверняка будет вкачан левый талант вор ты ж не зря аганим купил про конечно конечно сильный талант очень вот и плюс сама по себе медуза да у неё рэнш атаки больше и поэтому мне кажется и будет просто комфортно играть медуза боится либо героев с рэнджом атаки больше чем у нее то есть там террор блейд снайпер какая-то дровка вот может или лина вот что-то такое либо она боится каких-то супер мега контактных героев которые он тут например пл при прочих равных над ворсах он медузе может сделать очень неприятно когда он просто в нее вот въедет грызется в нее и она ну не сможет если она настоящего может не увидеть если там скаде тараска какая-то плюс еще бабочка там может быть медуза мкб не очень любит покупать ну вот и она уже ну как не понимаем не понимает кого бить куда бить урона практически не носит потому что весь сплитшот в иллюзии уходит вот это проблема конечно то луна такой промежуточный вариант полу милишник полу реджевик таких героев медуза не боится дабл дэмэдж находит медуза с ним можно просто пройтись по топу и даже несмотря на наличие гиза будет спирита подраться тем более будет спирит только что показал свой телепорт на бот а это значит то что в драке в топе этого телепорта луна почти без кпф из грипп еще сверху я его и спирит тут просто никак быть не может да вот он вот он тэдхантер с реводжем и вот он марш с метеорхаммером но все равно видишь он купил да он купил себе даггер и купил себе бкб так или иначе и все равно его задача прыгнуть с даггером зачем метеорхаммер нужен типа вышки пушить как-то вышку на своей линии ты можешь спушить и с армлетом армлет как-то мне кажется эффективнее смотрится короче мне не нравится если подытожить билд марса прям совсем какой-то какой-то он прям странный коровенно говоря даггер у бетеррайдера появился наконец-то вот в этой игре бы пришел сыграть с его винка да если на предыдущей карте мы там его немножко пожурили что вот он заражил этот блин да он прыгает он цепляет но он при этом сразу умирал и нормально не мог раскачать свой нетворс здесь у него появляется бкб рано и он особо не видит а теперь когда у него появился даггер он может прыгнуть и спокойненько выцепить луну и как вот этому помешать только аганим на вивере может этому помешать но вивер должен еще где-то полторы тысячи золота найти чтобы этот аганим купить у него не все прям так гладко хотя на творс хороший у него как раз все хорошо мне кажется в рамках его команда он ну в рамках его команда да делает что может от аганима только вивера будто и будет идти игра вот учитывая какие драки учитывая ку сценариев сокращен простой учитывая сколько контроля сквозь букин бар могут показывать экзекрэйшен и дуза оформливаете ли раньше атака на медузу а егис будет спирита при этом пропал вот это ворвался вот так ты конечно даешь он просто ворвался момент дропа икса прям вот в секунду в секунду понимаешь вот райдер бкб лассо вытянули марса мистик снэйк на него окаменел марс умирает 2 кора как говорится на ровном месте и русандо инк и три убийства очень легких ничего для этого экзекрэйшен не сделали прям не просто фраги сами пришли можно попить даже их играл немножко внутри пир пытается просто дофармливать свой аганим толку ему на базе никакого падает мид знаю в принципе ребята могут пойти и по нижней линии рошана еще две минуты минимум все ульте мы это есть могли бы остаться но риск и рискнуть хотя чего это не особо то и риск рубик с аганимом о то то аганимом ноут эклипс у него получается воровать так что почему бы не попробовать еще раз таймлапс воровать на это тяжело это реально тяжело сделать рэйв эклипс в ответ пошел рубика пытаются убить рубики в то образом переживают урон новый спирит ловит из гриб и никуда не уходит мид луна пытается развернуться как-то драться попадает под стул гейс митер камер долетает до медуза бодрайдер летит дальше у бодрайдера есть лосок с тигром может сейчас под луну полететь луна сатаником не факт что нажмет нажимает его врыв под сатаник и луна здесь естественно убирает наверно надо кг писать такой-то драки прям вообще без вариантов из вариантов плюс без шансов ультра килл для боба знаешь такое ощущение как будто вот эта карта она медленно но уверенно шла как раз именно к такой развязки когда просто пойдет медуза которую вы за протяжении всей игры у медузы на самом-то деле когда не к куче 1117 то есть она никого не убивала особо же я уверен что что если мы посмотрим там статистику по урону там будет все в порядке 5 игроков команды тиньси в таверне они проигрывают очередную встречу со счетом 0 2 вот это риса вылет бюро дивизиона команда тиньси вылета сперва все уже если вот тут так играете безнадежно кого вы обыгрывать собираетесь нет и один же правильно так и конечно бывает у ребят будет перерыв естественно перерыв в две недели я не удивлюсь у нас а расклад сил вообще поменяется и в снг и в европе и в азии что какие-то команды за две недели там или может патч мы представим патч выходит все у нас будет в январе возможно другой раз платил пока что патчи но линфы это я уже начинаю немного бояться что не будет о патчем на тиньси и тут такую последнюю атаку без молка не знаю них может смолков пивер с аганимом закрой шанс то распишет никуда им снова можно подождать а дура вы что уже от подкать 10 секунд 2 рэвэджи наготове 2 рэвэджи наготове мы перейдем на статус байбеков у рубика убей на только байбеке то есть у тиньси байбека вообще не play hard прячется прыжок от боба луна настоящую находит и полетела луна тайм лапс тут же рэвэдж луна нажимает бкб луна окаменела рубик ворует бив дали что они и клипс было бив весело но еще один рэвэдж после рефрэша и уже блэкинг баров нет но слишком жесткие все герои команды экзекрэйш слишком богатые это какая ну что поделать окей ну в принципе да я думаю тот человек который поставил в этот момент на тиньси и видит результат примерно такие же мысли озвучил 20 команда экзекрэйшен побед для них для них это вторая победа они так-то если посмотреть на таблицу чуть не готовы бороться за верхние три места лучше на выход на major а у нас это же получается что это же была последняя игра в первом дивизионе потому что я смотрю расписание я вижу только одну игру во втором вот в понедельник и ну как бы все и это сезон заканчивается правильно в январе будут или в январе еще окей ну хорошо все сегодня мы жестко сегодня мы закончили и руха бит продолжение этого целого поцел на канала epic нижнее подчеркивание до 2 целого поэтому переходите туда там кстати говоря сегодня будут и страджек сыграть так что 18 00 можете этот матч не про с кем они играют ты так и команда и кави а ну блин ну это чё ты ну ладно вы конечно равно смотреть а мы отдыхать пойдем надо всем всем друзья вот до понедельника до понедельника увидимся с вами уже понедельник пока